здравствуйте друзья мы сегодня в дождливый такой денек дождливое утро отправляемся с михаилом бородянским сан-франциско у нас там есть дела и я так еду чтобы его подхватить и вам отчитываюсь к искать за отчетный период дело в том что может сложиться ощущение что вас позабыли по забросили на нашем канале там последние 3-4 дня там только одно какое-нибудь маленькое видео там на минутку на другую все это на ходу что же происходит тут у нас у нас все в порядке в целом но просто мы носимся бегаем и вот два дня сейчас понедельник утро а два дня очень непривычно это все и значит в субботу и в воскресенье представляете такие дни значит мы были на тренинге вот и учились с 10 утра до пяти вечера это я вам скажу в общем нагрузка неплохая так какая-то пробка что это непонятно нам вообще здесь направо ну давайте попробуем как-нибудь отвалить отсюда это какая-то не наша война которая здесь идет мы будем воевать в другом месте значит там сейчас проедем какими-то пиратскими маршрутами давайте попробуем значит так вот тяжело знаете так вот чисто физически я не привык вот знаете так на стуле долго сидеть вот кроме того знаете еще что получается что все таки это напряженная работа мозгами тоже надо слушать надо вникать плюс я еще параллельно там создавал какую-то запись для тех кто участвует в классе чтобы они могли эту запись потом посмотрю не посмотреть послушать так это был звуковой файл в общем такая вот история самое интересное в этом во всем то что что-то ты слушаешь вот такого такого сорта вещи а тематика была взаимоотношения между родителями и детьми гармонизация отношений но там не только между родителями и детьми там шире но вот как бы вот эта теория с векторами применительно к деткам и не только с векторами там шире но в общем много чего и получается такая вещь что какие-то проблемы накопившиеся но неотвеченные вопросы тогда отвечаются и решаются прямо в классе ты вдруг понял что вопроса больше нет какие-то вещи ты понимаешь с утра когда ты проснулся на следующий день ты понимаешь что просветлела и вроде как нормально какие-то вещи несколько дней еще будут сидеть в голове и вот она она там крутится поймать она крутится она ищет выход она ищет формат в котором что-то сформулируется вот такой латентный период скрытый и честно сказать это все не просто потому что я даже могу сказать что вот вчера я когда после занятий ехал мне даже трудно было машину вести не то что трудно вести но я понимал что я не могу столько внимания дать этому процессу сколько он реально заслуживает в эти потому потому что вот так и гудит гудит сознание в голове все будет мы со светом что-то обсуждаем мы вместе там на этом тренинге в общем то я может быть еще когда-нибудь сформулирую как-то своим языком когда для меня дойдет лучше через что мы прошли вот так что мы еще много общаемся с михаилом бородинским просто в силу того что мы с ним там едем туда едем сюда и разговариваем по дороге и там на ужин идем на обед идем то есть у нас еще много такого неформального общения но все это тоже вокруг вот наших наших дел и мы уже начали разбираться немножко с анализом тестов которые там есть у михаила применительно к нашим студентам и к нашим задачам но мы только в самом начале этого пути у нас еще есть время так что вот такая такая история то что у нас мало сюжетов это реально от того что я ничего не снимал практически ну выходные что снимешь только если гулять как пошел а мы не ходили гулять ну вот если стройка там но вот они там не копали ничего сейчас копают кстати молния блеснула ох ты сейчас копают под дождем стоят значит мужики лопатами там что-то подравнивают в таких о гром а теперь гром видите как сначала молния потом да видите странное явление то есть вот молния была потом гром потом камера моя gopro отключилась эти так побибикова и вообще отключилась не то что вот запись остановилась а просто вся камера ушла выключенное состояние обесточенная о как бывает ну что еще сказать мы может быть сан-франциско сегодня пару сюжетов снимем плюс светлана я попросил она осталась дома я ее попросил может быть настройку немножко поснимает там покомментирует я не знаю ну вот будет может быть чуть чуть больше сюжета мне надо чтобы много видео делать надо возвращаться в реальную жизнь где у нас все время гость там и так далее завтра во вторник часам 10 утра обещался подойти паренек который совершает кругосветное путешествие за 100 дней вот посредством вот этого каучсерфинга и за какие-то совершенно там чисто номинальные деньги то есть как бы почти без расходов вот мы с ним я надеюсь перекинемся дело в том что конечно на койке там переспать можно и бесплатно но все-таки передвигаться надо городами и веселье поэтому я даже не знаю ну то есть конечно есть такие вещи как автостоп но потом покушать надо ну не знаю в общем я думаю что он что-то интересное в этом смысле расскажет наверное парень тоже интересный так что я я просто надеюсь что завтра буду в офисе с утра потому что у меня аплодисмент врачу 9 а потом я думаю что день в 10 10 15 все-таки да вот если доберусь но четких планов вот таких когда я знаю что у меня сегодня завтра после завтра в какое время и так далее у меня лично нет это светлана там как-то мудрится этим делать ну планирую вот а я как бы беру под козырёк есть вот и пожалуйста всегда на на подъеме мы на подъем легким ну вот наверное вот наверное все я на самом деле хочу сказать что мне трудно с мыслями собраться то есть я серьезно у меня в голове так много там крутится вот всякого такого что я даже не знаю что это там крутится но чувствую что крутится что мало пространство осталось для того чтобы просто потрендить как я обычно там легко трендю вот можно сказать меня вывела это из моего обычного такого состояния равновесия трендящего вот поэтому ну ну посмотрим понятно что это не навсегда простуд моя прошла наверно дня четыре что-то я так даже сам не знаю чего вдруг ну бывает и на старуху бывает проруха да так что мы здесь делаем же прививки каждый год осенью сейчас опять сверкнуло сейчас ну-ка наверно гром будет и опять камеру отключит ну смотрим так вот мы делаем прививки осенью и собственно и потом и не болеешь вот за те 25 лет которые я тут может быть я болел вот так простудами вот такими вещами может быть не больше чем допустим москве когда-то за год там каждую зиму там два-три раза минимум вот а здесь как-то не знаю хорошие прививки они составляют набор этих вот там что у них там внутри и вот вот очень удачно работает очень очень надежно хотя не каждый год я помню был год когда идет совсем они как-то плохо намудрили или скажем так реальная жизнь разошлась с их планом и так как-то народ болел больше обычно так что вот возвращаемся нормальной жизни но не сразу не кашлять не хлюпать носом и чтобы глаза не слезились ребята это такое счастье это может понять только тот кто недавно флюпал носом кашлял и у него слезились глаза и вообще он не имел товарного вида можно так сказать вот я товарного вида не имел сейчас его приобретаю обратно ну наверное все тут я должен сосредоточиться на том чтобы доехать до того комплекса где живет михаил он тут рядом счастливо ребят до связи